Проблема старения населения Так, согласно данным Министерства социальных дел В 2016 году в опеке своих близких Нуждались более 65 тысяч человек За любым окном может находиться пожилой человек Который именно сейчас нуждается в помощи Но не может ее получить В нашей стране государственные службы И органы местного самоуправления Берут на себя помощь одиноким старикам Но если у пожилого человека есть родственники То забота о нем ложится на их плечи Болезни, которые раньше были присущи Только пожилым и старым людям Такие как деменция, Альцгеймер или Паркинсон То сейчас эти болезни молодеют То есть население стареет, болезни молодеют То есть если брать на примере Каких-то отдельных домов по уходу То самые молодые, это порядка 64-54 года Люди уже с такими серьезными диагнозами С таким диагнозом, как деменция Когда страдает память Пожилой человек может представлять опасность Для самого себя Нередко выходит так, что уйти с работы Чтобы круглосуточно быть рядом с престарелым родственником Могут далеко не все А передать родственника под бдительное око специалистов Не всегда оказывается возможным Например, наш собеседник Алексей Шох Искал возможность определить своего дедушку В дом по уходу Но был вынужден отказаться от этой идеи Нашли ничего подходящего По цене и качеству, так сказать Потому что это в целом Не дешевое удовольствие А те, что мы можем позволить Они не предлагают тот уровень ухода Который мы бы хотели Потому что, например, место, где нам понравилось Оно стоит где-то 900-960 евро в месяц Но у них нету совсем парковой территории Стоимость отделения, где обеспечивают Круглосуточный уход за пожилыми людьми Может составлять до 1500 евро в месяц Если учитывать стоимость лекарств и памперсов А ожидание места в центре по уходу Может растянуться на полгода-года Еще один фактор Многие даже не знают, куда обратиться Или же испытывают чувство вины перед стариками Которых, увы, не в силах содержать самостоятельно Наше поколение где-то 40-50 Мы еще воспитаны в том ключе Что это отчасти наша обязанность И если я должен перевести его В какое-то иное заведение То это клеймо на мне будет То есть меня осудят И меня воспримут в этом обществе неверно С другой стороны, я придерживаюсь того мнения Что нельзя проживать жизнь другого человека Когда ваш пожилой родственник Уже не может самостоятельно справляться дома Не бойтесь попросить помощи у специалистов Поиск решения проблемы следует начинать В отделе социального обеспечения Местного самоуправления Здесь каждый случай рассматривают отдельно Учитывается размер пенсии, число родственников, их доходы Также здесь можно ходатайствовать О получении муниципального места в доме по уходу Которое полностью покрывается пенсией Но, к сожалению, в этом случае Скорее всего придется долго стоять в очереди Если действительно есть такая проблема То Таллинн частично покрывает Пребывание пожилых людей Людей, нуждающихся в присмотре В немуниципальных центрах И в этом году у нас 426 таких случаев В среднем это где-то 350 евро Сумма, которая выделяется городом Сейчас город старается улучшить услуги на дому Для того, чтобы человек максимально долго мог находиться дома Например, сейчас можно ходатайствовать об услуге тревожной кнопки Которую пожилой человек может нажать в случае опасности Также существует услуга помощи на дому Возможность посещать дневные центры по уходу за пожилыми И определять родственников специализированные центры по уходу во время отпуска Частично можно получить компенсации на некоторые из этих услуг Но, тем не менее, на данный момент Около 80% населения оплачивают уход за своими пожилыми родственниками И своего кармана Даже в Министерстве социальных дел признают Что нынешняя система, когда несколько поколений вынуждены оплачивать дорогой уход за своими родственниками Устарело, ее необходимо менять И здесь мы предлагаем тоже правительству новые возможности Как решать этот вопрос Здесь один вопрос в этом Сколько ли можно требовать со стороны близких И в ноябре в этом году Это первоначально мы задаем тоже правительство Чтобы поставить этот вопрос Между тем работники домов по уходу отмечают Что эта профессия не популярна среди молодых людей И часто бывает сложно найти специалиста с нужной квалификацией Что тоже не способствует бесперебойной и качественной работе этих учреждений Из последних событий мы тоже знаем И поднимался этот вопрос Что не хватит персонала настолько То есть на данный момент Если взять средний в Эстонии Наверное, персонал по уходу Нянечки, санитарки Это, наверное, персонал такой, скажем, где-то 45 плюс 55 плюс Но тем не менее С каждым годом в стране становится все больше домов престарелых И домов по уходу за пожилыми людьми Остается только надеяться Что реформы приведут к тому Что у каждого пожилого человека Который нуждается в помощи Будет возможность ее получить Модель жизни у мужчин в Эстонии составляет почти 74 года У женщин примерно 82,5 При этом возраст здоровья Относительного здоровья значительно ниже У мужчин это примерно 53 года У женщин 55,5 Продолжительность жизни в Эстонии тем временем Постоянно увеличивается Как видно на нашем графике А вот годы, когда человека можно назвать здоровым В последнее время сокращаются В прошлом году эти показатели сравнялись С данными десятилетней давности При этом число работающих людей В возрасте старше 50 лет Постоянно растет По состоянию на прошлый год Такие было на рынке труда 232,5 тысячи Из них мужчин почти 105 тысяч Ну а женщин без малого 130 тысяч Таким образом Среди людей от 50 до 74 Трудозанятых 59 с небольшим процентом Больше половины Это как видно на данном графике Рекорд последних 10 лет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok